ребята всем доброго времени суток с вами димас и сегодня мы решили приготовить очередное сезонное блюдо и опять же это будет нас варенье и варенье будет из ревня я тут ходил по огороду и обнаружил что он у меня начинает уже цвести уже пускается цвете я вот тоже подумал сделать из него варенье правда немного корешков получилось тут там грамм 200 может быть по ощущениям моим все что получилось лопухи и к самому бамбушку эту соцветия мы это все не используем естественно это все мы выкинем просто вам показать оставил и ревень кто-то его очищает вот так мы не будем это делать он как бы достаточно мягкий вот мы прям так запах такой сразу появляется дам оператору понюхать такой необычный но ревень такая вещь очень неприхотливый растет где угодно его сажать можно вообще в самых уголках вашего огорода он многолетний он вообще вот как только вот вся трава появляется начинает он тоже начинает уходить даже раньше он зимой даже иногда если тёплая зима как это вот было он даже зимой иногда вот растет самый неприхотливый что есть но из него делают любые первые блюда добавляют и консервируют и горячие блюда куда-то и варенье и закрывают там не знаю с чем с соленьями вещь такая она используется ну как везде это вообще вкус детства сорвали пошли жуешь вот целый день детям давали кисленькая она как щавель как вот это его дети чтобы зубки у них резались им дал вот этот корешок и он ходит целый день вот зубки у нее чешется как бы самый лучший вариант дать пожевать им кисленький детям это нравится и как бы взрослым полезная штука вообще она там особенно в свежем виде куча микроэлементов все остальное дает живительную силу нам так что решили варенье сегодня тоже из него приготовить варенье тоже необычный вкус у нее но при этом как бы с чаем туженую зиму всем приятно попить необычное такое часть таким вареньем вот нарезать будем мы его достаточно мелко ну кто-то крупно нарезает ну вот примерно так пол сантиметра иногда даже вот прослеживается такой вот вкус или запах парного молока когда ревень срываешь ну как-то может быть это так кажется кто знает запах парного молока он немножко как бы неприятен вот тоже сезонное блюдо но он растет и круглый год не круглый год с мая по не знаю глубокую глубокий октябрь зависимости от заморозков и все время дает свои побеги вот эти листья лопухи и можно срезать и делать и вот течение этих пяти-шести месяца спокойно и без проблем берем посуду будем мы еще не использовать кастрюльку и перекладываем на деревень нарезанный в нашу посуду емкость вот сразу включаем на четверочку сахара я добавляю немного здесь 100 грамм можно даже принципе поменьше он кисленький должен быть наше варенье где-то 50-70 грамм вот и воды тоже добавляем здесь 400 миллилитров вот но добавил вот сейчас покроется сверху 300 миллилитров мы добавили воды чуть уварится у нас вот все видно так получилось вот и ждем закипания варим в течение 10 минут примерно и можно сразу раскладывать по баночкам закрывать не надо ждать ничего чтобы он наставился пока ждем хочу вам рассказать на огороде растет такое замечательное растение называется лебесток его можно использовать вообще аптечный лебесток и в не пункт называется у него своеобразный запах напоминает ну и это то же самое как кинза запах клопов вот но он такой резкий и тоже растение растет вот сейчас середина мая она растет не знаю тоже сначала май до до глубоких заморозков и растение многолетние всего раз посадили в тоже в любом углу каком и вам не нужным чтобы запомнить этот угол и это растение используется не знает и в медицине она очень полезная в не помню в каких-то для сосудов нам для всего для того для 5 10 можно использовать салата но она всем не очень многим нравится и своим специфическим запахом как кинза и все остальное но также можно его закрывать вместе с огурцами с помидорами там и с другими каким-то овощами можно мариновать с ним все что угодно можно морозить потом при куда-то добавлять можно сушить очень хорошо варить с ним бульон и буквально вот вот этот стебель на 5 литров бульона и у вас будет прекрасный аромат но он не опять же не всем нравится но будет оттенять вот этот запах там баранины и там говядины и там курицы опять же рыбы смотря какой бульон варите его может заготавливать в любое время так что россии неприхотливы растет где угодно единственный минус как я знаю там читал где-то его нельзя пример ну есть в пищу когда девушка или женщина беременны и это его раньше ну как бы опять же по легендам древней руси лиги он там рос его использовать чтобы там перетрутить били беременность пили отвары из корня или там ели или как-то еще или от и из этого отвара ты если была нежелательная беременность девушки употребляли вот этот отвар из этого растения называется лебесток это растение напоминаю это способствовал это это там всякие вот народные бабушки дедушки вот эти все рецепты знали так что если найдете семена такого растения сажаете он по крайней мере будет озеленять ваш угол или какую-то часть вашего огорода советую вам и наше вот варенье начинает из ремни закипать прошло буквально вот несколько минут смотрите у нас варенье вот варилась буквально 10 минут мы убавили на однушечку поставили сейчас прибавлю на двушечку вот такое такой ремень распался ну тут время зависит от посуды а так вот он начинает распадаться все он готов вот видите он начинает распадаться это варенье уже можно закрывать берем нашу баночку обязательно берите перехватки перчатки вот одеваю вообще в помощь и разливаем раз и плотно закрываю переворачиваем глаз алмаз говорится не первый день в этой школе смотреть замечательный какой варенье цвет какой прекрасный цвет вот попробуем что у нас получилось запах сменился вообще просто до неузнаваемости он прям когда свежий он от него так скулу не сводила сейчас просто вот слину отделение происходит и скулы прям вот хочется съесть реально сейчас остынет попробуем что у нас получилось реально очень вкус поменялся приятный приятный вкус ребята это варенье бомба реальная бомба советуем приготовить он кислое кислое должно быть кислое варенье когда вы едите свежим он не такой кислый он дает свежесть такой отдаленный такой вот привкус а вот когда вы сварите варенье или добавите куда-то вот неважно что вы делаете либо закрываете что-то либо какие-то консервы или там не важно он дает вот эту кислинку которую он не дает свежий когда свежий он дает свежесть и чуть-чуть вот такой вот отдаленности кислоты а вот варенье это безумно вкусно мой совет варенье из ревни очень полезно Главное, ну, можно даже меньше кипятить, если вы сторонник, чтобы у вас все сохранилось. Реально, сезонное блюдо. Опять же, 5-6 месяцев в году вы можете его готовить. Появились черенки, лопушки срезали, убрали, там, 2-3 баночки закрыли. Там прошло месяц, он растет вообще на глазах. Это просто монстр. У него, наверное, корень прям туда уходит, на километр. Прошел месяц, он, потому что будет пускать опять-то, ему надо семена цвести. Прошло месяц, срезали черенки, оп-оп, 2 баночки закрыли. Опять то же самое. И вот 5 месяцев в году у вас накопилось несколько баночек прекрасного варенья. Вы зимой открыли кучу витаминов, с чайком попили, пошли в гости кого-то, угостили. Ну, как бы это вот беспроигрышный вариант. Вот эти сезонные блюда, это самые полезные, что ни на есть, которые вы использовать можете к себе. И в заготовку, и потом убрать в погреб. И при встрече гостей открыть и удивить всех своим прекрасным блюдом. Так что варенье из древни это прекрасная штука. Все, с вами был Димас. Великолепный оператор Антон. С вас лайкос, дизлайк, комментарии, любые блюда пишите. Всегда ответим, всегда будем рады вам. Все, пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok